Нет, наверное, ни одного человека в России, кто не стоял бы хоть раз в жизни в очередях. А в очередях в отделениях Почты России и подавно. К часовому ожиданию простые люди уже привыкли. Недавно с этой проблемой столкнулся и сам Вячеслав Сверчков. Глава города Иваново более получаса простоял в очереди, но за это время она не сдвинулась ни на одного человека. Вчера я приехал, в это же время не мог попасть, простоял там полчаса. Сегодня я прихожу, опять 20 человек в очереди, и после 30 минут стояния у меня уже просто чисто по-человечески взорвалось внутри, и я высказал недоумение. Но я когда взял книгу «Жалобы и предложения» и начал ее листать, там таких жалоб, заявлений, там десятки. Все дело в том, что в этой сфере существует серьезный кадровый голод. Зарплата рядового сотрудника почтового отделения не превышает 10 тысяч рублей, а занятость – 12 часов в сутки. Стоит ли говорить о том, что люди выбирают для себя более хлебные места работы? Глава города с высоты своего положения попытался решить эту проблему. Мне позвонили из главпочтам, уже извинялись, я говорю, дело не личное во мне. Сегодня жителям города во многих отделениях оказалось, потом, как мне информацию дали, такие ситуации происходят периодически, и люди по часу, по полтора стоят в очередях. Поэтому я возмутился по-человечески, объяснил это, и они, во-первых, подумали, как, по крайней мере, в центральной части города, где действительно большое скопление людей, чтобы эту ситуацию можно было разрешить. Проблема медлительности работников почтовых отделений для Иванова не нова. В народе для организации даже придумали новый слоган – «Почта России, и пусть весь мир подождет». Но, возможно, подпись главы города в книге жалоб сможет хоть как-то повлиять на эту ситуацию. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иванова.